здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и у меня для вас новость я осталась в турции минимум на год в этом видео я объясню 20 причин почему меня покорила аланья да и вся турция в общем то оставайтесь со мной двигаемся дальше и первая причина это погода тут совершенно нет холодов температура воздуха никогда не опускается ниже плюс 10 градусов великолепная флора восхитительные растения нет комаров ну давайте же перейдем ко второму пункту а вы знаете как цветет море в анапе здесь же вода имеет такой состав что абсолютно не цветет поэтому нет запаха просто чистый воздух чистая водичка кроме того вспомните какая давка бывает в сочи в сезон в аланье такого нет цивилизованные бесплатные пляжи с песчаным берегом никто никому не мешает но это неудивительно потому что протяженность береговой линии турции все более 7000 километров море всегда чистое даже зимой температура 18-20 градусов я в январе даже купалась например в крыму даже летом вода может быть 12 градусов если придет какое-то определенное течение средиземное море омывает 22 страны но это не самое главное давайте перейдем к третьему пункту и еще посмотрим на аланью еще одно преимущество аланьи здесь абсолютно все располагает к здоровому образу жизни и море и бассейны и парки и набережные тренажерные залы и тренажеры под открытым небом волейбольные теннисные площадки тут приходится много ходить и как результат только от ходьбы можно сбросить вес вы знаете за время пребывания здесь я очень хорошо похудела и подтянула свои мышцы четвертый пункт для меня очень важен это питание вы знаете фрукты и овощи здесь дешевле в два-три раза кроме того они появляются намного раньше чем у нас и уже например в январе мы просто наелись клубникой сетевые магазины с низкими ценами буквально на каждом шагу это мигроз это а 101 это бим это чок свежее мясо дешевое мороженое доступный общепит если вы не хотите готовить вы можете спокойно расположиться в кафешке в центре города и это будет абсолютно недорого в общем голодными вы здесь точно не останетесь пятая причина это богатейшая история аланьи когда-то крепость была пристанищем пиратов потом ее завоевали римляне именно в аланье марк антони женился на клеопатрия правда историки не все поддерживают эту версию но все экскурсоводы едины в этом мнении и не вздумайте с ними спорить здесь полно разнообразных экскурсий которые просто невозможно посетить за время пребывания в обычном отеле кафе аквапарке и вообще об этом можно рассказывать бесконечно если вы поддержите мое видео лайком комментарием я обязательно эту тему расширю и здесь можно об этом говорить просто бесконечно шестая причина это удобная инфраструктура в городе ходят автобусы стоимость проезда 4 лиры такси можно вызвать откуда угодно даже без телефона канатная дорога довезет вас в крепость удобный трансфер в аэропорту вас встретят довезут по адресу за минимальную стоимость если вам интересно я дам ссылочку на этот трансфер которым пользовалась лично я таксофон чеки вот такие стоят в городе в общем все очень интересно удобно и комфортно и в продолжение 6 темы 7 причина это комфорт дороги тротуары цветы отели улыбки тротуары приспособлены для инвалидов и слепых по всему городу есть выделенные дорожки для велосипедистов много лавочек везде красивые мусорные баки есть баки для раздельного сбора мусора и даже для ненужной одежды то есть выбрасывая вещи вы можете понимать что вы делаете доброе дело и кто-то сможет этим воспользоваться сказать красоте неописуемо это не сказать ничего много локаций для фото для блогеров ну прям под каждым кустом бери снимай видео пили stories и все что угодно делай это вдохновляет на творчество неудивительно что это место так любила клеопатра и в неудивительно что это место выбор выбрали многие блогеры и известные люди для своего проживания или летней резиденции например лариса копенкина прохар шаляпин никас сафронов евгений болдин это бывший муж аллы пугачевой наташа йорга телеведущая дарья пынзер дженнифер лопес науми кэмпбелл роман абрамович криштиану роналду брэд питт анджелина джоли и я думаю что еще многие другие осядут еще со временем в этих местах потому что эти места просто это рай на земле десятая причина это особое дружелюбие и знаете такой необычный уклад местных жителей ну во первых здесь очень безопасно вы можете гулять по улицам в любое время но правда сейчас нельзя потому что локдаун но вообще здесь спокойно можно гулять и не переживать за свою безопасность турки обожают детей всегда хотят как-то с ними поговорить их угостить чем-то и это отдельная история турки любят свое правительство а турецкие мужчины это особая история они ухаживают за собой они очень эмоционально эмоциональные часто успешно образованы поэтому девчонки не списываем турецких мужчин со счетов а приезжайте и смотрите уже на месте я уверена они вам очень понравятся одиннадцатая причина это лояльный визовый режим целых три месяца вы можете находиться в турции абсолютно без визы но если вы захотите остаться дальше то достаточно просто арендовать квартиру на год при этом платить вперед никому ничего не нужно просто нужно оформить договор и на основании этого договора вы можете сделать вид на жительство я дам вам контакты тех кто поможет вам это сделать правильно поэтому обращайтесь я с удовольствием поделюсь с вами контактами а если у вас есть дети то тут на каждом шагу потрясающие детские площадки а если детки постарше то их спокойно примут в турецкую школу причем абсолютно бесплатно ну и местная мафия куда же без нее ведь любой уважающий себя город должен быть под властью мафии котов можно встретить везде холеные лащеные с характером у них есть обслуживающий персонал специально обученные люди ухаживают за ними вы можете взять шефство над одним из них но это только если желание окажется обоюдным а еще вы можете просыпаться под пение петуха ну в общем местная фауна тут такая разнообразная что вам понравится вообще меня здорово покорила местная недвижимость она оказалась неожиданно вообще доступной меня удивило что квартиры здесь просторные площадь около 100 квадратных метров высоченные потолки 3 метра столешницы из гранита вообще границ здесь используется везде как у нас используется дерево новостройки продают уже с ремонтом с кухней которую вы выберете а квартирах вообще надо рассказывать отдельно с обзором с ценами я думаю вам это интересно и вам это понравится обязательно потому что это просто знаете еще такая тема здесь нет огромных коммунальных платежей платить надо только за электричество и за поддержание двора в чистоте если это двор с бассейном зоной барбекю детской площадкой в турции абсолютно нет взяточничества для турок престижно работать на госслужбе и любой чиновник старается вам помочь они обобрать вас здесь очень дешевая одежда качественная современная но если тут жить не нужно покупать зимнюю одежду на сэкономленные деньги вы можете очень хорошо при одеться лекарства здесь оригинальные нет подделок медицина платная но страховкой можно все решить страховка делается при оформлении вида на жительство и и вы знаете она недорогая вполне доступная можно ее расширить но это все уже отдельные истории которые можно разобрать боль в отдельном видео например следующий момент может кому-то показаться достаточно спорным но лично мне он нравится дело в том что вот сейчас вы видите это вид из моего окна как вы видите рядом со мной расположена мечеть и пять раз в день я очень хорошо слышу местные молитвы они здесь называются азан это мне добавляет такого знаете местного колорита если вам это не нравится то вы просто можете найти какую-то квартиру подальше от мечети но это уже ваш выбор мне лично здесь нравится это самый-самый центр и вообще здорово а следующая причина это саморазвитие знаете и мне очень давно хотелось начать изучать новые какие-то языки для развития памяти но всегда находились какие-то отговорки да но теперь как в анекдоте драку заказывали не волнует оплачено ты хочешь не хочешь начинаешь изучать новый язык потому что все вокруг разговаривают на этом языке и для того чтобы понимать о чем они говорят нужно хотя бы что-то знать да и я с удовольствием занимаюсь турецким языком и понимаю как развивается моя память я понимаю что на турецком языке я теперь уже не остановлюсь и я считаю что я занимаюсь саморазвитием когда на улицах растут апельсиновые деревья а на них одновременно висит урожай и расцветают новые цветы здесь приходит особая философия жизни только здесь можно понять что действительно важно что не имеет значения только здесь можно просыпаться с улыбкой на только здесь можно фонтанировать какими-то новыми идеями и думать о собственном развитии до саморазвития самопознание только здесь она приходит и ты начинаешь в это вливаться здесь я себя ощущаю счастливым человеком чего и вам желают но недостатки здесь конечно тоже есть но они в другом видео если вы проявите активность поставите лайк дизлайк этому видео напишите комментарии желательно развернуты то я с удовольствием сделаю продолжение и вообще сделаю такую отдельную рубрику где буду рассказывать всякие лайфхаки про турцию и у меня уже есть что сказать уже подготовлен даже контент поэтому до новых встреч я уверена что мы эту тему продолжим и я уверена что она найдет отклик в ваших сердцах до новых встреч пока пока